Всем привет, дорогие друзья, с вами Берфория. Мир, сам на мире, сам на мир. Вы просили вернуть Артёма, вот Артём. Я, правда, никуда не надевался, но да. Ну, да, мы вернули, и у нас стоит уже пиво, оно должно было потом стоять. Да. Значит, сегодня ваш самый нелюбимый формат, судя по количеству лайков, просмотров, лучше всего сразу прям вот сейчас, вот прям авансиком лайк-то впиндюрить, а иначе мы больше не будем вот так вот сидеть, на самом деле, кого я обманываю. У нас ещё два обзора как минимум спланированы, вот, но лайк всё равно нужно поставить. Значит, мы сейчас будем просто минут сорок сидеть и рассказывать. Значит, этот обзор, как он будет называться? Ну, минут сорок. Кислый обзор. Очень такой кислый. Короче, это кислый обзор. Кислый, не знаю, по поводу... Кислый обзор кислого пива. По поводу скучности, но у нас здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть сортов разного пиваса. Это всё соур. Соуры? Будем пытаться его допивать. Все русские. И да, наверное, ну, чё уж, давай уж допивать, потому что, ну... Русский кислый, Россия для кислых. Короче, первое пиво, это MULT 10 MICRO DOTS. Очень странная тема, потому что на этикетке это Double Dry Hop Sour Micro Ipoh, то есть кислая Ipoh с очень маленькой градусностью. Но если мы посмотрим на этикетку сзади, тут будет написано, что это не пастарисованная, нефильтрованная, светлая пшеничная. Как нефильтров. Нефильтров, ну, и вот тут стоит кружечка из литра, да. Да, из литра. То есть это... Почему это Ipoh? Пшеничная Ipoh. Микро Ipoh. Микро. Саур, микро Ipoh. И причем здесь алкоголь от 3 градуса, не менее 3 градусов, хотя экстрактивность 14%. Ничего не написано, на самом деле. Вообще, судя по градусности, очень похоже должно быть на берлинер. Берлинеры кислые, берлинеры легкие, берлинеры пшеничные. Но это больше похоже на... На берлингах-то вот сразу общее отношение к кислому пиву. Мне... Ты знаешь, мне часто заходят кислые пивы. Это, конечно, очень странно звучит. И какие-нибудь сейчас постоянно подписчики скажут, вот, не кислые пивы. Ты, типа, вот тут вот топил всегда за пшеничку, за то, что, типа, там какие-то все это отстой. Но есть сорта кисляка, которые мне прям знатно заходят. Которые прям, вот прям вообще на 10 из 10. Красная фландрия, это вообще 10 из 10, реально. Берлинеры, которые тоже, кстати, кислые. Тоже классное пшеничное кислое пиво. Пахнет пивом от Eiffbrew. Вот я сейчас, конечно, могу показаться крафтовым задротом, но пахнет пивом от Eiffbrew. И по цвету такое, знаете, типа, такой вот сок мятый узбок. Суббекской дыни, то есть такое вот, что-то, что-то, что-то такое вот я здесь напидаю. Такое же липкое. По-моему, здесь есть имбирь. Да, язык колет. Прям колет язык, прям хорошо так колет язык. Это не маринованный чеснок, который я ел за 5 минут обзора. Может, дрожжи. Самый лучший способ почистить рецепторы – съесть маринованного чеснока. И комнату. Ну, вот, я тут несколько дней назад пил пиво Йопе, Йопен, Жопен. 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 Вот. И там был Нью-Ингланд лимитированный, низкоалкогольный. То есть 3% Нью-Ингланд. Я еще такой, как такое может быть, как такое может быть. И отметил там то, что запах у пива был клевый, насыщенный, прям замечательный, чудесный. И вообще все было клево. А по вкусу была просто полнейшая пустота. Здесь, ну я бы не сказал, что прям совсем пустота. Здесь есть кислота и имбирь. Похоже на берлинер с имбирем. Все. Вы можете достичь этого эффекта, если купите просто любой берлинер вайс. Какой она самый известный берлинер? Любой. Блин, я все берлинеры почти пил, либо за границей, не помню какое, либо крафт. Ну, берлинеры, они чаще с какой-нибудь, или с ягодами, с какими-нибудь фруктами. То есть такого прям... Это суперлайтовое пиво для лета. Ну, на самом деле, я вот такое... Я не хочу такое пить. Да. И вот мы сели такие сразу, мы такие... Ну, сейчас мы вот типа там выпьем по полстакана, и вот сразу какая-то... Не, оно очень легко идет, но это, блин, это пиво и напиток. Это кислый обзор, мы с кислыми лицами будем такие сидеть, типа что... Не, на самом деле, у нас на очереди есть очень хорошая тема, там 16 градусов, по-моему. Или... Не знаю, подожди, давай reward. Давай reward. Я, честно, не понимаю, зачем они написали user information по-английски, а дальше все идет почти на русском. Нет, почему, смотри, вот написано ALK, или это... Плато. И горечь. Алк, плата, горечь. Горечь и бу... Горечь это какой-то очень... Горка. Вообще, по идее, user это тот, кто использует пиво, это... Ну, мы не используем пиво, но если только не используешь его, чтобы споить там какую-нибудь самку. Ты его... Ты типа потребитель пива, а user, может быть, пользователь бутылки? Это пиво для правоохранительных органов? О-о-о, свои. Свои. Свои? Свои. Московская область, город Сергей Посад, Новоуглическое шоссе. Так, с reward.ro мы с тобой пили reward же на... Мне он не зашел. Значит, sour L.Lizmanga. Пивной напиток, фрут sour, светло-непастеризованный, нефильтрованный, 500 мл. Пиво все дорогое, к слову, вот мы... Нефильтрованный обзор. Вот все то пиво, которое мы... Которое мы... Я так его наоборот. Все у этих голландцев, не как у людей-то, а? Подожди, 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 ну не может такого быть. Подожди, ну... Я, короче, я помню, что это не так отборвался. Наоборот, просто вот. То есть вот этой штукой в ней... Не позорься, потом вырежу. Так, сейчас мы, наверное, начнем все-таки градус-то набирать. Алкоголь 5. Понарастающий там у нас и... О, сразу, смотри, какой пошел сок. Вот я таких пивасов, я боюсь их. Сидишь такой, тянешь, типа, ой, сачок, вкусненько, сладенько. Потом не можешь со стула встать, а на утро... Перед понедельником. А на утро орешь просто. Нет, давай не выливайте остаток. Фу. Пахнет дрожжами, такой, знаешь, типа, на удивление. Выглядит дрожжами. Прикинь. Такое ощущение, что они просто сейчас вылезут оттуда и такие, типа, так, ребята. Кстати, на этикетке тоже дрожжи, если посмотрите, внимательно. Нам нужен ваш понедельник, такие, типа. На этикетке просто потрескавшиеся дрожжи. Ну. То есть это густо. Это пахнет... Ну, даже не то, что мангой. Мангой и дрожжами. Но дрожжами больше пахнет. То есть такое прям... Как если бы... Морковью пахнет. Как если, типа, батя перепил пивка и пошел драться с продавцом фруктов в Таиланде на рынке. Типа, что значит 20 бат? Я вчера по 15 брал. И вот, типа, вот как будет пахнуть эта драка. Ну, оно... Оно не кислое. Оно вообще не кислое. Оно мерзкое. Ну, как мерзкое? Нет, ну, типа, это сок, манго. Мы обещали допивать. Давай, допивайте. Мы допиваем. Пиво, которому хочется съесть орешков. Примерно один к одному. По формату. Потому что оно не очень вкусное. А почему-то здесь тоже есть какая-то такая вот горечь. Ну, здесь не то, что горечь, а какой-то такой вот... Знаешь, на что похоже? Актуаль вот эти вот сыворотки. Блин, а не могли бы поместить просто Рикардо Миллсона этикетку, которая тебе дает такой манго? Примерно. Тогда бы сразу у тебя не было никаких завышенных ожиданий к пиву. Вообще, чем менее серьезная этикетка, чем менее она какая-то там одухотворенная, тем как-то, ну, не знаю, к пиву относишься менее серьезно, и не будьте вот... Ух, сейчас тут я такого засосу. Нет. Ну, помнишь, пиво было прикольное? Я не могу сказать, что это... У нас очень крутой этикетка с кучей разных мелких деталей. Медали вот эти, которые, типа, выставка, агропрод, промышленный... Не-не-не, у них именно этикетка была прикольная. Там раки какие-то, маленькие детальки были. Короче... Ледокол? Ну, может быть, да. Не знаю, да. Вот, например, пиво Халзан. Ты видишь этикетку пиво Халзан? Потому что там внутри не то, чтобы ты хотел пить. Ты видишь этикетку пиво Халзан? Там орел в жилетке с топором. Ну, то есть, на самом деле, ты вот таким хочешь. Я не с топором, а можно просто так сказать. Ну, ты хочешь таким казаться. Такой орел классный, такой вообще, весь такой накаченный. А на самом деле, ну... Просто ты в позерла потом будешь благодарить ему пиву. Пиво Халзан. А здесь, типа... Ну, вот это, смотри, вот это символизирует похмелье. То есть, просто ты просыпаешься, у тебя такая, вот типа такая, потрескавшаяся такая пустыня. Такая... Вспоминай, как мы утренний сушняк. Вспоминай, как мы в Питере с ТБП. Один бар, другой бар, потом такие, типа... Очень тяжело. А, братан, ты должен попробовать это, братан, ты должен попробовать то. А вот ты сейчас вот это пиво охереешь. Да ладно, ты охереешь от этого. И я на утро такой просыпаюсь, такой... Просто глаза открываю. И мне больно. Мне просто, мне больно и невыносимо вообще жить. И вот от таких напитков, по-моему, можно вообще запросто вообще получить какое-то лютейшее похмелье на утро. Просто потому что... Можно через час уже его получить. Оно продолжит у тебя бродить. Смотри, я вот так вот по стенке мотаю, а она белая становится. То есть вот это всё остаётся здесь. И, кстати, не особо-то оно и кислое, это пиво. Оно вообще не кислое. Кислое здесь наши лица, потому что... Это не очень вкусно. Давай. Значит, салданс. Юдзу, саур, эль. Юзу. Юзу. Юдзу это же что-то для похудения. А, нет, подожди, асай для похудения, а юзу это... Типа мочегонный рэпер, асай? Ничего. Слушай, а прикинь, пиво с мочегонными, не знаю, там... А, да и там супер мочегонное пиво. Фуросимита ассоур эль. То есть ты такой вот пьёшь и, короче, в два раза сильнее, короче, хочешь ссать. Это пиво, чтобы быстрее свалить с бара прям. Пацаны, что-то типа не очень. Или наоборот. Нет, слушай, это как раз наоборот. То есть как бы ты типа тебе дают... Худеешь, потому что ты белый. Нет, тебе дают пиво с фуросимидом, и ты его пьёшь, и ты понимаешь, что, короче, ты вообще не можешь из бара выйти, потому что ты просто там обосышься просто. Поэтому тебе нужно быть вот рядом с туалетом, чтобы соседи не верят. Максимально опасно напиваться этим пивом, потому что типа... Может, нехорошо может получиться. Кто-то занял там, кинул салфетки, засорил туалет. А тут тоже, кстати, смотри, чем больше ты упиваешь, ты пьянеешь, тебе становится всё равно. Ну, такой типа тук-тук-тук, быстрее-быстрее-быстрее-быстрее. Ну, и, собственно, уже и ладно, бан, но мне вот сюда. Я буду здесь. И я думаю, что... Я думаю, что это вполне себе, вполне себе реальная тема. Рабочая имя. 5,5 алкоголь. О, добрый хмель. Мне нравится название «Специальный». Оно, кстати, лимитированное. 3200 банок всего, и это 1987 банка. Нет, это не лимитировано, это фишка Салданса. Они, в принципе, так всегда делают. То есть ты на каждой можешь посмотреть какой-то номер банки. И не пью Салданс. Это, ну, знаешь, типа для ценителей. Типа кто-то хочет там... Ну, типа понятно, что дрожжи там чаще всего, если это низовое брожение или верховое брожение, то есть понятно, что типа дрожжи либо сверху, либо снизу. То есть ты понимаешь, соответственно, тебе надо пораньше баночку или попозже баночку взять. И встряхнуться. И, соответственно, это... Вот, чтобы, ну, как бы... Ну, либо побольше дрожжей хапнуть, либо поменьше. Мне нравится, что Салданс – это «О, добрый хмель». Хмель-то у Салданса, может, добрый, а дрожжи, пьеда, какие злые. То есть просто... И мне кажется, что Салданс надо переименоваться, если вдруг у них будет какая-нибудь там, ну, реорганизация какая-то, я рекомендую Денису взять юридическое наименование «О, злые дрожжи». Ну, просто чтобы... Дрожжи-убийцы просто. Ну, дрожжи-убийцы, наверное, вряд ли, а вот «О, злые дрожжи» абсолютно способ, спокойно, может быть, ну... Прислушайся. Хмель, хмель. Короче, если вы обращали внимание, может специально, но в слове «похмелье» примерно половина слова занимает слово «хмель». Это «О, добрый хмель». Ну, на самом деле, с приходом крафтового пива хмель немножко поменял свое значение. В принципе, всегда было там... Ну, как хмельное пиво. Не долевая остаток пива. Не долевая. Это... Губительно. Еще один гвоздь в крышку просто завтра. Не встать. Слушай, у него цвет лучше. У него и цвет лучше, оно жиже. Посмотри, какая у меня пена. Пена появилась. Пена появилась. Пена плотная и... Ну, пахнет конфеточкой, газировочкой какой-то такой, барбарийской. Ну, вот этим вот ягод... А, подожди, юзу – это цитрус. А, это несъедобный мандарин. Это да, это очень такой цитрусовый цитрус. Вот у тебя выглядит как пиво, у меня выглядит как... Потому что я когда наливал, тебе старался, а себе кое-как. То есть, соответственно, пены у этого пива-то, в принципе-то, особо... Вообще, сауры, они отличаются тем, что, в принципе-то, пену-то у них хрен дождешься. Такая как правительство дорог. Похоже на Сан-Пелегрино. Ну, кстати, это, знаешь, по сравнению с прошлыми двумя пиво-сами, это ничего. Ну, это очень похоже на Сан-Пелегрино. Не, мне нравится. То есть, это цитрусовая, жиденькая питка. Питка важная. Хочу заесть. Нет, это кислый обзор. Если бы это был кислый обзор с арахисом, я бы принес его сюда что-нибудь. Все еще раз, когда мы позавершили на кислый обзор, только кислый обзор с арахисом. Это лучше, чем вот то, что мы пили до этого. От первого у меня было ощущение пустоты, от второго у меня было ощущение страха перед завтрашним похмельем. Здесь, ну, в принципе, да, почему бы и нет. Вот это пиво я бы попил. Саур Гуава Пати. Я, на самом деле, его взял, потому что я его очень хочу попить. Мы по нарастающей режиме, алкоголь 6. Что такое Плато? Это плотность. Плато. А почему нельзя написать? Пл-те. Ну, в смысле русские буквы. Пл-те. Плотность. Очень. Или экстрактивность. Это такая же тема, как с ревортом, что написано «user information», а потом идет «состав», «о, свои». Какие «свои»? Значит, мне нравится цвет 9ЕБЦ. Значит, нынче гуава пати от пивоварной. Раньше я бы сказал бы штамм бир, сейчас я говорю штамм брювинг. О, крафт бир. О, крафт бир. Пил недавно «Добрый хмель», очень неплохой пиво. Да-да-да-да. И от «О, русский хмель стандарт», там вот неплохое пиво было. Да-да-да-да, новинка, новинка у них вышла. Гуава пати, я хотел это пиво попить. Посмотрите, просто. Что такое гуава? Гуава – это фрукт такой. Это... У меня гуава, на самом деле, это, господи, посмотри. Просто посмотри на этот цвет, то есть это просто вот... Грейпфрутовый фраг. Ты... А, ну, сок гуавы. Не долюйся там. Там еще и много. Ты сок гуавы когда-нибудь пил? Нет. И вообще, или гуаву ел? То есть, ну, типа груши, только чуть более экзотичные. Вот. Но если ты когда-нибудь поедешь, не знаю, там, какой-нибудь там в Египет, там, например, в Мороне... А у них растет гуава? Или куда-нибудь еще, типа, то вот там гуава, там она просто вот основополагающая такая штука, то есть везде. И у меня... Гуава у меня ассоциируется с Египтом, то есть там был вот... Мы там были один раз, мне там не понравилось, и вот это у меня там вот... Вот все вот это пахло вот этой гуавой. Из-за пены не чуешь запах? Ну, пахнет кислой гуавой, но... Это гуава так пахнет? Я не знаю, что делать в Египте, реально. Ну вот... Просим денег у тебя, не знаю, как это приезжает. Типа, среднестатические занятия с Египтом. Да. Сидеть... Сидеть, просить деньги, да. Сидеть на ковре, просить деньги, заваривать тебе кальян, не знаю, что еще, предлагать тебе купить платок. Парафатку. Платок, да. Египтянь, который подписан на наш канал, извините. Мохаммед Салах, великий человек? Да. Нет. Не люблю ливерпульчество, говорят. Ну, вкусно же, да? Да, вкусно. Запах отвратительный, очень-очень вкусно. Правда, очень вкусно. Бывает, что, ну, типа, встречаешь, там, человека, а тебе в нем все нравится. То есть, ну, все в нем хорошо. Пахнет плохо, да? Ну, ты с этим уже миришься, понимаешь? Хороший ты мужик, но пахнешь ты. Штамбир – это максимально хорошо, но кто пахнет плохо. Да. Хороший мужик, ну... Мог бы и постараться, блин. Дизортование, знаешь, типа. Ну, посмотри, вот, знаешь, пен такая еще, то есть, ну, блин, все хорошо с этим. Да, оно выглядит как пиво. Несмотря на цвет, несмотря на запах, оно все равно выглядит как пиво. Это офигенно освежающее, это классно, это, причем, я не могу сказать, что это, типа, летнее пиво. То есть, оно ни хрена не легкое, но, ну, все-таки в нем есть какая-то такая плотность. Смотри, как вытется ли это. Типа, ну, я хотела свяжиться, оно, я хотела свяжиться 6-градусным пивом. В Египте я бы такое пиво не стал пить, знаешь, вот такой, типа, лучший повод. Да, побрали в Египте, они не знают. Просыпаешься, денег нет. Очки, телефон, и гуава лежит. Типа, на, покушай. На, попробуй. Дай мне столик. Ну, ставим. Вот. У нас дома раскладной стул? Боже, это, серьезно, Фредо, стул называется в Икее, это раскладной стул. Это не интеграция. Все раскладные стулья, конченые, нехорошие, ну, они созданы для того, чтобы быть практичными. А стул Фредо в Икее, стул не просто созданный быть практичным, металлическим, классным, понимаешь? У него выдавлена форма жопы на сиделище. От чьей? Ну, Икеевской, Икея жопы. А, то есть, Шведа, да. Такая средняя шведская жопа выдавлена. Он реально очень удобный, он суперустойчивый. Зная задрочность шведов, я представляю, типа, то есть, они взяли тысячу жоп и попытались среди них найти общие детали. То есть, они пытались на тысячу жоп найти максимально комфортную конфигурацию, чтобы... Тысячу жоп, из них где-то 400, это сирийские жопы, там, не так много шведских жоп в итоге на обзоре. Но все равно, то есть, главное, чтобы там... Индийские жопы там много занимают. Нет, Фредо в Икеа очень хороший стул, если ищете. Я, кстати, на Авито ни одного Фредо не нашел. А почему он так называется так? Потому что жопа Фредо. Фредо, я не знаю. Это, смотри, это такой вопрос, типа, почему вот эта часть мебели называется вот так? Это же Икеа, типа, у них какой-то генератор. Прикинь, короче, был бы русский магазин мебели... Вилд? По аналогу Икеи, и там тоже были бы у всех какие-нибудь, типа, названия. Так есть. Как бы, ну, я к тому, что в Икее, ну, типа, мебель называется какими-то оригинальными названиями, там, фамилия дизайнера, или там что-то еще. У нас называется там, часто, там, Матильда. Изделие номер пять. Вилья, там, какая-нибудь, не знаю, там, Сюзанна, Людовик, там, ну, какие-то такие вот... Блин, как будто, ну, проститутчики имена, при том, мужиков проститутка тоже. То есть, ну... То есть, не знаю, там, был бы там стул Жоппо? Жоппо. Не, они же... Икеа, скорее всего, некоторые названия коррелируют с странами, где все продается, потому что здесь, там, например, Фредо Нормас, а где-нибудь в другой стороне Фредо звучит как, типа, как раз Жоппо, или там, не знаю... Пыльжи Мои... Да, Лежи Мои Орешки, не знаю, значит, такое, и все-таки, блин, я не буду в какой-то такой стул. Или там, Секс Семилетний, и так вот, о, неудачное название для мебели, наверное, да? Ну, не будем ничего менять в этой стране, где-то можно, поэтому и народ просто расхватывает. А, нормально, да. Лично давно хотел Секс Семилетний. Или, наоборот, какой-нибудь Иран. Давай не будем, нет. Ну, типа, Секс Семилетний, типа, все для твоей повседневной жизни. Ничто так не украсит твою кухню, как Секс Семилетний. И там этот чувак с зоны фартаки мешает. Ну, у нас серьезная передача. Хорошее пиво. Ну, Секс Семилетний, это дырявые ложки. Простите, дорогие друзья. Лучшее украшение в вашей кухне. Ваши шконки. Под шконки. Да, под шконки. Чувствуйте себя неуютно. Под шконкой, вот, прекрасная дырявая циновка. Так, ну, я предлагаю попробовать... Нет, это последнее. Тогда, значит, нас с вами ждет сейчас пиво. Нет, это последнее. Не читай сколько там. Да. Я слеп, потому что там был метилен. Какой-то, блин, вот этот анекдот классный, типа, ты что, не видишь, что это метил виски? Не вижу. Ну, наш, внучок, самогоны. Пока никто не видит. Ну, постой, самогонки уже никто не видит. А, а, островица. Да. Островица, ну... Вот, значит, здесь у нас базил энд плумс. Что такое плумс? Плум, это этот, шугар плум, это слива. А, то есть базилик и слива, саур эль, алкоголь 5,8, ух! островица берлинер вайса пивной напитки он и берлинер ванной ну кстати ты за что-то вот от предыдущего пива но не хотелось сделать оптимизм на самом деле возрослое лицо она шипит она вообще наливается как газировочка то есть даже как арсенальная она наливается как заставка тбп слышишь они подгоняют точно то есть блин весь проект тбп это одна большая рекламная компания строя большая интеграция строится очень большая то есть прям вот несколько лет сначала не с пистолетом стояли у лёхи над душой типа давай снимай пистолету а потом уже стоп-големский синдром сработал они в уфу уже съездили но на самом деле смотри то есть вообще нет пены и вообще выглядит это как сидр и по ой пахнет как если твой дед поел базилик базилик потому что твой дед поел где когда свой маленький дед короче если ваш дед поел базилика вот накормил своего деда базилик где знаешь мужики стоят в баре твой недавно деду базилик он ищет его было дело до деда кормил базиликом в наше время нашел чем удивить мужиков в баре на самом деле пахнет пахнет забавно вот нечто среднее между щекочет ностре мятный жвачкой базиликовым пахнет жвачкой ну понюхай прямо какой-то вот такой конкретно какая такая вот между тем она и пьется также как любая газировка ну фишка газировок наверно всегда да когда ты пьешь спрайт колу ну это очень спрайт раз напоминает ты чувствуешь пузырьки коварный языком коварное пиво коварные вот ты прав напоминает спрайт напоминает спрайт огурец спрайт такой лимитированной огурец не стоит вспомнить хотя нет спрайт огурец очень полярная тема либо да либо не либо типа класс очень неоднозначная для меня пивоварня потому что какие-то у нее были очень удачные изготовители о ист и есть island island и ставим типа дрожжевой остров почему него салават его и в конце и придумывать у них реально в башкирии все слова пиво их есть хлеб салават его и масло салават его и сверху посыпал солью салават его и на самом деле я тебе скажу что открыть его довольно просто а закрыть его очень сложные и люди которые открывают юрлицо они обычно выбирают максимально максимально такое название что не было не жалко закрывая я обычно выбирают максимально ходовое название чтобы ну можно был потом его использовать еще раз то есть сегодня у меня крафтовая пивоварня завтра я там открою табачный ларек а послезавтра это собачий приют и как бы ну ну вот вот как то вот чтобы можно было бы использовать там и сначала топырил мизинчик в этом не забавно это забавно но единственно я не понимаю почему забавно тебя ударили по яйцам это забавно это неприятно классика жизни классика жизни это пиво который бы не хотел попробовать еще раз и и его выпиваю просто потому что типа а о кислый обзор дорогие друзья кстати да не кислое пиво хотелось бы как и она вообще не кислое кисло обзор да теперь у нас ждет финал . финал . и на очка да я уже вижу этот финал . на утро масле кислого пива намешанного перемешанного значит а это у нас фире стартер 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 реверанс в сторону кита флинта блайк блюбери саур 6,5 алкоголя 19 плотность брюлок пивоварня а черничный саурель с лактозой зажигать можно да пожалуй нужно не только с музыкой 90-х но и с напитками которые будут будоражить воображение какие-то питки будоражит воображение настойка мухомора это не призыв к употреблению мухомор черничный саур или сдобренный лактоза сдобренный не позволит есть о добрая лактоза ох будет как пенное вино выглядит как брага дедово надо говорить ух бляк это наливаешь пиво вы удивили дед он просто даже не варит пиво все в один чат фу господи она пахнет он пахнет сладким хлебом пахнет йогуртом черничным да кстати спасибо хактозе черники а вот кстати если у человека непереносимость лактоза он решил пивка попить а там вдруг опа и как и наш пронесет сложно авось пронесет помню был я маленький ходил я в школу и на утро ел я йогурт черник еще был такой квест на нужно было отодрать этот верхнюю вот эту вот фольгу с йогуртом чтобы вот это вот то что прилипло на фольгу осталось внизу и типа если оторвал то день удался я не могу сказать что это невкусно но ты не кислое пиво это не кислое пиво и вот душу будем сидел такие лица там типа вот слюновыделению подписчиков нет просто для меня кислое пиво до сих пор остается ну типа наши талонные кислоты пиво родденбах например а при том родденбах будет стоить примерно наверное да но правда будет меньше объемом окей но я все равно предпочит купить родденбах если нужно покислее может быть родденбах гранд крю не значит лифманс они будут кислее чем блин саур эль который так как-то называют но саур наверное не в том плане что он должен быть там пришел капец какой кислый чтобы тебя прямо школу сводила газа чаще такой более здесь именно наверное о том как это был приготовлен мне не нравится это пиво она она черничная да это сразу но с лактозой как бы но тут есть мягкой ну да но я честно время за счет деньги заплатил плотно на разговоре с утра помогите вот и почему не купил рычал с воды но реально если вы хотите познакомиться с миром кислого пива ну и кислого пива который поставил на солнце пару дней или в литре продается с миром кислого пива сходите в литр и попросите какой-то самый дорогой который вообще там не следует никогда новую унитаз и хотите проверить его проходимость по точность то да если хотите попробовать именно такой кисляк вкусный кисляк я бы посоветовал все равно обратиться к бельгии потому что если вам нужно обычное регулярное пиво это либо чехия либо германия ну наверное еще англия да просто я ненавижу английский пиво а если вам нужно что-то поинтереснее это бельгия ты был в шашлычном городе шашлычный город ты не знаешь город мечты реально есть поселок но все в мордовии который стоит только шашлычная офигеть серьезно мордональдс а подожди все я понял это на трассе ты едешь все 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 там еще все друг с другом соревнуются у кого название круче да нет марк дональдс он на самом деле там просто рвет ну на самом деле придорожный шашлык есть ты не знаешь это это такое достаточно серьезное развлечение это экшен потому что ты понимаешь что тебе вот дальше вот еще рулить там там 5 6 7 9 10 часов тебе рулите насколько вот этот шашлык добавить тебе экшен в твою поездку здесь ну ну там они правда сделали очень неплохо и не могу смотреть название название будет что-то типа вера видим для этого нужно было бы соц 7 на больше то есть и потом проверенные шашлычные тип это даже рейтинг там типы и а цвета от коричневого к голубенького там километра все они будут указывать сколько сколько от шашлычный да еще до время да да и потом еще рейтинг хороших заправок с чистыми туалет блин ростом тиндер для дальнобойщиков то есть типа при этом авито не не то что типа они там ищут а просто они еще там типа корешей там типа там иваныч крышей ну кори ну нет но типа на тиндере не крышей ну нет ну типа знаешь типа длиннобойщики я смотрел в одном сериале они едут типа там ну караваном извини и один за другим и типа но вот чтобы там отбиваться бандитов там все переговорил спораться и вот специальный длиннобойщики тиндер длиннобойщики тиндер и там типа михалыч люблю круга и чтоб шашлык шкварчал свайп петлюра и борщ вот и ты выбираешь себе в радиусе да там каком-то там 10 километров ты выбираешь себе корешей с которыми ты поедешь дальше там коля еду на москву там тип люблю качаться на волнах ты получишь качаться на волнах чем биться ска на армаз поехали и едешь с коли там общаешься с суши ну круто на фердикт нашу кислого обзора по-моему я призывал длиннобойщики обзор выбор неудачный за собой мы абсолютно неправильно подобрали кислое пиво то что она не кислое совсем да притом мы специально брали не газа и на саурами зале собрали вот последнее пиво на немного кислин а потом все то есть у меня вот просто на утро даже цветного желудочного кровотечения примерно вот так вот вы оба ели стекла самое топовое пиво которое я бы посоветовал выпить и которые самые это конечно же штамбировская глава штабер мне заходит всегда то есть вот к этому к этому пиву я прям пошел меня прям ножки понесли я такой тип ну вот буду вот это прям отлично вот ну и в какой-то степени наверное до солданс юзу саур эль оле но надо понимать что юзу саур эль это не очень ты пиво и не очень-то саур эль это какой-то ну какая-то лайтовая тема которую очень неплохо бы выпить знаешь не хочу пиво но опять же здесь не дрожжей здесь нет какой-то тяжести сложности то есть сидишь пьешь нормас но reward не это что-то было тяжелое очень манговая абсолютно не кисло и самая фишка в том что все остальное пиво как раз будет тяжелым что reward что а вот это вот это было какая-то вот бесполезная кислая какая-то вот это вот срака она бесполезна абсолютно то есть и дело даже не в том что здесь типа мало градусов ты с нее нет 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 дело дело просто в том что она вкусно пахнет но пусто ну никак как как пиво кови ну не пиво кови мы живы не было официально завели ну короче самая нормальная классная штука которая реально стоит своих строить испорченный сидр да когда так я наверное характеризую строить он если вес не зря в кустах сидит и не даже голова а типа пивовара а строится следят за нашим обзором в уфе джунгли в уфе те ножом про ну просто если ты не заметишь даже как тебя подоскания потому что нет вот а сайт был видеоблог бервари дорогие друзья обосрал башкирский веду слушай а почему блин а строится нужно сделать пиво на башкирском виду и давай придумаем название линейки а строится салавапа слова послала послала випа салавипа и нет салават сурай сыраев нет саурат и лайк империал салават портер ологер от его его а чем обычно думают башкиры такой башкир сел на диван так вот сейчас 2 мёда собрать бы типа посолить фильм про славу древо у меня была книжка недосчитанная послал от его его точно он идет там на полке там разные редакции книга все хорош все все сейчас вот уже первый взгляд первого пермского края тебе недостаточно эти я хотел бы извиняться перед первым первым очень красивый край если вдруг посмотрите фотографии природы пермского края ты безумно красиво да и в башкирии есть классные места вот такой сень получился обзор погоди есть island до строится строится остров все остров в океане есть остров в океане тысячи хмелей я не знаю что это такое если вдруг вы забыли как и пророк сам бой самое время вспомнить что совету его последний хип звездолетчики звездолетчики вот тут звездолетчики с вами был видеоблог первое дорогие друзья всем спасибо я просто глотну и темный экран пошел и и и и и и Продолжение следует...